Всем привет! Продолжаем гулять по картинам знаменитых художников. Сегодня я хотел вам показать картины Джорджа Барбарелли до Кастельфранко, более известной как Джорджоне. Данные я беру из википедии, практически зачитываю их и одновременно я нашел картины в интернете, которые вот вам покажу, для того чтобы быть в теме. Итак, Джорджоне, итальянский художник, представитель венецианской школы живописи, один из величайших мастеров высокого возрождения. Джорджоне родился в небольшом городке Кастельфранко Винетто, это недалеко от Венеции, Италии. В 1403 году перебрался в Венецию, стал учеником Джованни Беллини, я как-то о нем рассказывал. В 1497 году появилась его первая самостоятельная работа, это Христос, несущий крест. Согласно Вазаре, знаменитому историку, в апреле 1500 года Джорджоне встречался с Леонардо да Винчи. В 1504 году исполнил в родном городе Кастельфранко заказанный ему алтарный образ Мадонна Кастельфранко, предназначенный для семейной часовни Святого Георгия в местном соборе. По распоряжению сенатора республики в 1507-1508 годах привлекался к фресковым росписям немецкого подворья. Уже в ранних произведениях, выполненных до 1505 года, проявляется главная особенность искусства Джорджона. Это поэтическое представление о богатстве стоящихся в мире и человеке жизненных сил, присутствие которых раскрывается не в действии, а в состоянии всеобщей молчаливой одухотворенности. Знаменитая работа Мадонна Кастельфранко. Это самая большая по размеру работа. Единственная работа Джорджоне написана им для церкви. Джорджоне большое внимание уделял пейзажу на своих картинах, который не просто являлся фоном для фигур на переднем плане, но и играл важную роль в передаче глубины пространства, создании впечатлений от картины. Пейзаже посвящено много внимания, его детали отлично выписаны и дополняют полотно, делает его законченным и выразительным. Картины мастера наполнены цветом светом, но они не раздражают взгляд излишней пестротой, потому что все тона гармонично подобраны, не вступая с друг другом в конфронтацию. Полотно всегда выглядит естественно, деликатно, даже при использовании большого количества насыщенных интенсивных красок. Общая направленность творчества Джорджоне определила интимно-лирическую, эмоциональную окраску выполненных портретов, так говорится, в Википедии. Это портрет юноши картинной галереи Берлин-Дален, женский портрет или так называемый Лаура в музее Вена, ну и так далее. В поздних произведения Джорджоне определилась главная тема творчества художника – это гармоничное единство человека и природы. Сохраняя ясность объема, чистоту и, наверное, надо сказать, мелодическая выразительность контуров. Джорджоне с помощью мягкой прозрачной светотени добился органического слияния человеческой фигуры с пейзажем, достиг невинной ранее живописной целостности картины. Среди его окружения известны венецианские гуманисты, поэты, музыканты, но и надо сказать, что сам он ценится не только как живописец, но и как незаурядный музыкант и певец. В своих ранних картинах Джорджоне используют библейские мифологические сюжеты – Юдифь, «Клонение пастухов». Жемчужное наследие Джорджоне является шедевр, который хранится у нас в Эрмитаже. Это Юдифь, вот как о ней написано. Утонченная и гармоничная работа демонстрирует совершенство, которого достигли мастера Высокого Возрождения. Недаром долгое время авторства произведения присписывалось Рафаэлю. Образ Юдифи олицетворяет силу, которая таится в хрупкости женской красоты и пронизан светом и умиротворенностью, которым вторит пейзажный фон. Молчаливая одухотворенность, богатство сокрытых жизненных сил, характерны для образов, вышедших из-под кисти знаменитого итальянца. Можно сказать, что о личной жизни живописца ничего не известно. Тут не оставил после себя ни писем, ни записок. Однако его картины полны мечтательного томления, грации и лирики, что косвенно свидетельствует о том, что молодой гений знал толк любви. Джорджоне входил в круг юных патрициев, стремящихся превратить мир в сад веселья. Он был всесторонне одарен, умел музыцировать на людьми и имел дар импровизации. Считалось, что он умер в Венеции, но исследование 2011 года называют другое место в остров Лазаретто Ново, куда зараженные люди отправлялись в карантин. Главная задача работы Джорджоне – показать красоту человека и мира. Жизнь художника оказалась короткой. Он умер молодым, 34 лет от рода. От чумы. Это случилось, когда мастер работал на спящей Венеры. Картина осталась незавершенной, и правую часть пейзажа на дальнем плане дописывает Тициан. Смерть этого прекрасного человека, великого художника, оплакивала вся Венеция. Еще долго в городе царил культ Джорджоне. Художественное наследие Джорджоне оказало большое влияние на многих итальянских художников Тициан, Себастьяна Дель Пьембо, Пальма Старши, Лоренцо Лото, Парденона и многие другие. Вот как написано о Джорджоне, справочнике галереи Уфицы, Флоренция. Джорджоне – прославленная при жизни и культовый художник для живописцев-символистов конца XIX века. Был назван в Азаре одним из отцов-основателей современной манеры. Относительно его формирования как художника особо четких данных нет. Однако, в соответствии с современным толкованием, в автопортрете Барон Швейга скрылись еврейские корни живописца, позирующего в одеждах библейского царя Давида. Известно, что редкий средневековый еврейский текст вдохновил живописца на роспись одной из двух досок, которые хранятся у Уфицы с изображением испытания Моисея огнем. Живописец прославился использованием эффектов мягкой святотени, что отражает его знание произведения Леонардо да Винчи, которое было в Венеции в 1500 году. Джорджони часто пользовался сложной символикой, как, например, в картине «Три философа», которая находится в музее Вероны. И в загадочной картине «Буря», которая находится в Венеции, Горелия и Академии. Смысл произведений до сих пор обсуждается. Вот и все, что я нашел в Википедии. Конечно, не очень много информации, но что есть, то есть. Сегодня мы узнали о Джорджо Барбарелли де Кастельфранко, более известного как Джорджоне. Итальянский художник, представитель Венецианской школы живописи, один из величайших мастеров Высокого Возрождения. Вот посмотрите, пожалуйста, работы этого знаменитого художника. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok